Привет, ребята! Новый день! Сегодня 29 июня, и это значит, что, во-первых, целый месяц лета просто... Где? Вы его видели вообще? Я нет. Во-вторых, послезавтра мы улетаем домой, две недели здесь мы провели, и они прошли очень быстро, классно, ну, не совсем идеально прямо, а почему? Потому что около недели только я болела, я всё это время не снимала влоги, а то у меня по расписанию то, чего я, в принципе, и ждала, и знала. Пришли те самые дни, вот, но я как-то знала, что так будет. Короче, ни то, ни другое не помешало мне купаться в море и вообще наслаждаться этим отпуском. Ну, не в полной мере, конечно, сами понимаете. Красота! Мы идём на завтрак, на поздний завтрак, потому что сначала мы здесь вставали в 8 утра, и вырубались рано, и вообще красотища-то какая! Слава дал Ане творожок, а она его просто у нас растала по всему тротуару. Мы уже подходим на завтрак, который так скоро закончится. Пришли на поздний завтрак. Хотя, наверное, можно было бы это съесть, да? Ладно, у нас есть ещё. А нам ещё и улетать скоро, поэтому хватит. Берём еду. Аня без еды у нас. У неё закончилась каша, теперь ещё и творожка нет. Ну, ничего. Главное, мать поедет. Я её накормлю своей энергией. Да ладно, шучу. Сейчас что-нибудь найдём малышу. Так, сейчас вам буду показывать супер-класс. Здесь своё любимое. Яички. Так, вообще я уже взяла всё, что хотела. Слава ещё заказала. Я вижу нам кофе, себе латте, мне капучино. Вот такие здесь стульчики можно взять для малышей с столиком. Дала Аня огурец. И покажу вам всё-таки столовую. Привет. Тебе что-то надо? Да нет? Ты просто идёшь. Да. И так. Я, по-моему, вам уже показывала эту столовую. Мне кажется, я вам не показывала столовую, которая внутри. Здесь вкуснейшие панкейки с шоколадом. Я шоколад себе, кстати, не налила у Славы. Надеюсь, помакать. Здесь овощи. Можно заправить маслом или ещё какие-то там заправочки есть. Короче, салатик поесть. Тут можно сделать кофеёчек, капучинку. Тут всякие... Тут, кстати, обычно мороженое. Фрукты. Тут всякие сыры, колбасы. Не знаю, интересно ли это кому-то. Но вспоминать это будет приятно. Здесь всякие булочки, круассанчики какие-то. Хлебушек. Разные есть. Можно себе отрезать какого-то хлебушка с зёрнышками. Я такое не ем. Я обычные булочки беру себе. Тут фруктики. Ну, кстати, я не знаю, что это такое. Наверное, какие-то горячие булочки. Я как-то, мне кажется, видела тут сосиску в тесте, что-то такое. Ну, такие, типа, перекусики, завтраки. Чтоб-то говоря, и всё получается. Слава считает, что завтраки более насыщенные не здесь, а в главной столовой, в главном ресторане, а не на пляже. Мне очень нравится на пляже. Тут, во-первых, море. Какой у нас распорядок у меня? Вот так вот мы завтракаем последние дни на позднем завтраке. Этот с 10 до 11. Вот. А в главном ресторане он до 10. Ну, были. Ань, бушничка. Взяла Ане яйца в крутую. Да, но не уверена, что они до конца сварились так, как нам надо. Это, типа, 7-минутное яйцо, но как-то я выбрала, но всё равно внутри было сыровато. Я могу Ане дать вот такой вот кусочек яйца. Ань, да. Подгон. Покажу вам, как проходит наш обычный день здесь. Также расскажу о том, как я заполучила эти ранения. Ну и, собственно говоря, не знаю, что ещё. Мы уже такие прям... Отдыхаем. Стараемся хоть пофоткаться. Вчера пофоткались немножко, чтобы мы поняли, что мы за этот отпуск, за две недели вообще не устраивали ни одной какой-то фотосессии, как раньше, то, что мы всегда делали. В итоге вообще фоток почти, ну, реально нет. Они такие все более живые, лайфы. Ладно, будем кушать. И никого не слушать. Я почистила они яичко. Ну, там написано, что, типа, 7 минут оно сваренное. Внутри прям не хватило мне, чтобы оно доготовилось. Всё равно я его даю. Ну, без желтка просто. Тут, наверное, шумно. Вкусное яичко. Вот эту коляску хочется постирать. Вот это всё крем. Вот, которую мы Аню мажем, чтобы она не сгорела. Хотя она всё-таки загорела. Такие ручки у неё, тут прям булочки пожаренные. Несмотря на то, что мы её постоянно мажем, она постоянно, ну, закрытая. Но всё равно чуть-чуть не загорела. Ну, больше ещё яичко. Короче, я стирала детские вещи. Мы позавтракали, выходим. И стёрла себе до мяса два пальца. Ну, три, но... Ну, нет, два. Окей. Прям до мяса. Прям, представляете, это просто жесть. У меня такой вообще первый раз в жизни. Кажется, повлияло то, что была горячая вода и то, что ткань у некоторых вещей, которые я стирала, была довольно-таки жёсткой. Типа шорты у Ани. Такие какие-то жёсткие были. Хотя сами по себе они мягкие и комфортные, но не знаю. В общем, чудно. Либо вода просто сделала эти вещи ещё более жёсткими, как наждачки. Ну, короче, я вахер просто. Это, типа, вот такая вот мелочь. Потом то, что я заболела, вначале я сгорела. Потом из-за того, что вот когда я заболела, стёрла пальцы. Плюс месячные. Ну, типа, вы представьте моё такое состояние. Ну, такое, типа, не то чтобы кайф. Из-за этого я немножко расстроенная. Всё такая, ну, подавленная даже в какой-то степени. И... О, Ани ещё сопли начинаются прям довольно-таки сильные. Но у неё ещё и слюни, бывает, текут. Поэтому я как бы делаю вывод, что это, скорее всего, из-за зубов. Сейчас этого, слава богу, нет. Но это буквально было два дня. Потом я наткнулась на какой-то рилз, что... Ну, типа, если мама нервная и такая вся, ну, не в ресурсе, так скажем, то ребёнок может быть тоже такой более расстроенный, нервный, сопливый и тому подобное. Ну, короче говоря, так, по сути, и вышло. Только я успокоилась, как-то отпустила ситуацию. И всё, у Ани сразу закончилось. Сейчас идём в номер для того, чтобы подготовиться к пляжу. Хотя в целом я всё взяла, всё подготовила. Даже сама сразу нарядилась покупальник. Ну, в любом случае, зайти мы всегда заходим, что туда взять. А ещё у нас же для Ани есть круг для плавания. Ещё мы взяли ей бассейн. Ну, не знаю, мы будем брать бассейн? Нет? Нет. Нет? Нет. Ну вот. Зачем купили, непонятно. Один раз Аня в нём посидела, и всё. Короче, мы даже кругом, если честно, не пользуемся. Потому что Аня просто как-то прикольнее у нас на ручках плавать. Её обычно вот так вот на плечо кладу туда головой и руками. Она просто лежит, и я её даже особо не держу. У меня такое плечо уже каменное. Её ещё сюда на этой руке ношу. А ещё тут так красивенько. Так вот мы приходим к нашему номеру. Здесь внутри вот такие растения красивые. Тут двухэтажные домики. Мы попросили жить на первом этаже, конечно же. Ты её зря сюда привёз. Мы её увозим отсюда и оставляем её где-нибудь. Мы отдыхаем, а Аня нас ждёт. Почему мы Аню здесь сейчас оставим? Потому что в ней, на ней и с ней куча всяких вкусняшек. Ешь перед зеркалом. Сейчас она их тут себе разбросает. Потом у нас будет миллиард муравьё. Жди! Я вам покажу, как у нас убрали. Смотрите, сколько воды нам приносят. Это просто улётабл. Спасибо большое. Красота, красота, уют. Всё помыли, всё убрали. Так что собираемся. Ну и мы тоже каждый день со Славой тут убираемся, если честно. Всякие баночки, бутылочки моем, шмотки по шкафам раскладываем, чтобы было более комфортно. Всё, Ань, ты готова идти на пляж? Буду опять голову мочить. Как же я люблю нырять. Это моё самое любимое дело. Ладно, мы собираемся и потом пойдём. И к вам встречусь. Аня милая с фруктиком? Пошли его, не померяй. Всё, я моё миленькое. Короче, мы за всё это время пребывания здесь только два раза сходили в аквапарк. Это очень-очень мало. Раньше, когда мы приезжали со Славой без ребёнка сюда, мы ходили, мне кажется, чуть ли не каждый день в аквапарк. Ну, типа, знаете, потусили на море, потом пошли в аквапарк. Ну, тут недалеко до него идти. Он как бы при отеле. Я вам показывала. И катаемся там с горок, кайфуем туда-сюда. Сейчас, ну, смысл нам, по сути, идти в аквапарк. Вчера мы тоже ходили, и мы со Славой по очереди сидели с Аней и покатались по очереди с горок немножко. Это было так здорово, если честно, скатиться с горки. Я прям, пока ехала с горки, хихикала, как будто мне не знаю лет пять. Такая, типа, хи-хи-хи-хи. Вот так вот радовалась, ехала. Это такие маленькие радости. Прикольно, конечно. Скатилась в большой белой горке прикольной. Я вот, кстати, думаю, может, туда с айфоном сходить, подняться, чтобы на блог снять. Я думаю, пустят уж. И еще есть такая горка, типа, толчок, где ты смываешься. Вот туда тоже сходили со Славой по очереди. Вот, сходили с Аней в детский бассейн. Там есть горки, но все равно как-то прям посадить. Аню отпустить пока, конечно, мы боимся такого и не делаем. Потому что вдруг она все равно упадет, ударится. Ну, короче, следим как-то за младенчиком. Мы выперлись на улицу не помазанные. Так что сейчас надо найти тенек, как следует всем намазаться, переодеть Аню в купальные дела. Ну и потом уже купаться, собственно говоря. Здесь, кстати, довольно-таки большой длинный пляж, и это не может не радовать. Сначала я не прочувствовала кайф пляжа с ребенком, потому что думаю, ну, песок, ну, неудобно, постоянно грязь, туда-сюда. Потом поняла, что надо просто посадить ребенка на пол в песок и кайфовать. Аня пришла к Басику кушать ворожок. Что такая довольная? Что рассказывать? Пришли в бастель. Хотели купаться здесь. А тут какие-то игры, Саня. Здесь не совсем та атмосфера, которую я планировала передать. Вчера мы приходили, тут было так тихо, умиротворенно, а сейчас игры. На самом деле самый большой облом в том, что там типа городили и происходят всякие игры в бассейне. Но он один большой бассейн, просто везде разная глубина, и там, где неглубоко, где мы обычно с Саней тут, там игры. Аня? Да. Да. Мой сладкий. Мой сладкий. Ну что ж, закончились их какие-то там игры, улёт. Поэтому мы сейчас пойдем туда с Саней плавать. Я пью купеёк. Хотела рассказать, что нас тут очень часто принимают за турков. Вот, напишите в комментариях, похожи ли мы. Я вчера хотел тебе поугарать, я хотел вспомнить... Я вспомнил, точнее, прикол. Ты, по-моему, записывала... Кто монтирует? Настя. Настя, типа, ты ей говорила, что тебе нравится, но что-то цвет там не тот, нет? Да, 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 да. Я просто вчера же видел мемчик, типа, угар такой. То самое голосовое, которое испортит настроение любому. И у меня просто, вообще, всё нравится, но нужно, мне кажется, гадры по атмосферке, немножко посочнее, знаешь. И с этого, мне кажется, он тоже нужен какой-то поярчей. А я сейчас ещё моему менеджеру покажу. И своему этому другу, скажу, он должен быть... Всё, супер, мне всё нравится, но я бы... Да, да, да. Я вчера просто Насте, монтажёру, она блог будет загружать на YouTube с Москвы. Ну, я ей дала доступ на мой YouTube. Короче, я ей говорю, добавь насыщенности. Да, и я вот это вот смотрю. Потому что вот эта камера, она снимает очень классную, но не хватает цвета на этой камере почему-то. Ну, я всегда добавляю больше цвета. Ань, сейчас пойдём, моя зая, сейчас пойдём. Она уже спать хочет. Всё, дай маме быстрый глоток кофе и пойдём купаться и спать. Так вот, у нас тут принимается за турков. Не, ну мы похожи, наверное. Тёмненькие. А ещё очень часто подходят к Ане, сусюкаются с ней. Некоторые даже трогают её, типа, за щёчки, вот такое. И, кстати, на удивление, меня это не бесит. Это не выглядит как-то, знаете, прямо бесяче. Это выглядит очень мило, наоборот, все с таким... Ну, то есть видно, что вот даже те, кто тут работают, они любят детей очень. Может быть, это ещё как-то, знаете, менталитет. Ну, не знаю, нет такого, что кто-то просит Аню на ручках, конечно, придирать, слава богу. Ну, вот просто могут подойти, там что-то, hello, привет, привет, вот так, все эти кусочки. Ане это нравится, я вижу, что её это не пугает, да? Ну что, пойдём плавать? Всё время, что мы здесь, я вперёд раз вижу, что вот эту сторону в бассейне, где менее глубоко отделили. И там стоит значок, что типа для детей, как будто только. Я надеюсь, что ничего страшного, если я сюда тоже пойду, что Аня без нарукавников просто идёт погода. А мы этого допустить не можем. Сейчас вам покажу, как я с Аней обычно залезаю. Тут метр тридцать вообще, то есть это прям идеальная для нас среда. Как обычно я залезаю с Аней? Аня сидит. Мам, прыг! Иди, иди. Идёшь? 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 Абни, иди, иди. Абни, иди. Абни, иди. Абни, иди. Я даже могу позволить себе нырять вместе с Аней. Вот так. Ай! Иди, иди, иди. Субтитры сделал DimaTorzok 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 опущу. Так, ребят, Аня совсем немножко поспала. Мы пришли за вкуснейшими вафельками. Там куча разных начиночек. Так, я уже съела свой этот самый вафельку. Аня смотрит, как играют в дартс. И когда надо, она хлопает. Да, вот сейчас она хлопает. Сейчас кто-нибудь выиграет, Данют? И будешь хлопать. Ты молодец! Она делала хлопать, у нее руки за льду. Мы только что встречались с пиар-менеджером отеля Алибэй. Разговаривали на русском языке. Очень классная встреча у нас была. Мы просто в такой же атмосфере попили кофе-юк на той стороне отеля. И как раз мы со Славой смогли задать те вопросы, которые нас интересовали с той билет. Ой, сегодня же суббота. Сегодня опять будут салюты, которые мы не видели в тот раз. Немножко рано уложимся. Короче, спрашивали по поводу того, чем отличается территория клуб, вот эта, где мы сейчас сидим, от территории парка. Раньше просто сначала построили вот эту часть отеля, клуб. Было отличие раньше, типа, здесь, на этой стороне, ну, а потом, когда уже отель разрастался, и стало больше приезжать людей, типа, здесь на этой стороне больше немцы отдыхали, нам рассказали, а на той стороне больше русских, и там было больше русских официантов, барменов, ну, в общем, была какая-то разница. Сначала открыли две немцев здесь, а потом в 90-е начали русские приезжать, и они купили еще территорию, и открыли территорию дополнительно там. И они разделили, что здесь будут там европейцы, там будут русские, СНГ. Ну, комфорт в плане языкового, например, барьера. А потом, ну, разницы никакой те, кто здесь, могут идти туда, а те, кто там, могут идти сюда. Ну, еще была разница в том, что здесь, например, нужно было, другое, тут был только завтрак и ужин, например. Ну, как знаете, бывает в отелях делают, что ты отдельно платишь за еду. Это было специально для европейцев сделано. Да, потому что они так больше любили. Что они так хотели. А русские приезжали, и им нужно, чтобы все было включено. Да, да, да. Ну, со временем и эту систему тоже нивелировали, и адрес. А еще система, которую мы со Славой еще застали, тоже убрали. Раньше здесь было все включено и ультра все включено. В системе ультра все включено были еще дорогие какие-то брендовые напитки алкогольные, более крепкие. Вот. И раньше, я помню, еще спрашивали, когда если ты хочешь что-то такое крепкое заказать, спрашивали номер комнаты. Ну, короче, теперь это тоже убрали, тут у всех все включено. Короче, Тёма, который без сахара, он вообще как ряженка. Как ряженка. Как ряженка. Так, короче, классно поболтали, задали какие-то вопросики интересные, спросили про то, про все, рассказали, что мы заметили новое. Сказали, что в детском клубе хотелось бы больше каких-то игрушек для малышей, прям вот малышей. Что еще? Ну, с нами тоже поделились какими-то интересными подробностями. Короче, классно, прикольно прям поболтали, знаете, так интересно было, мы с Славой реально сидели, вопрос задавали. Потом Славу интересовало, что за интересные штуки на деревьях, потому что на некоторых деревьях есть какие-то сооружения, которые напоминают как будто бы кормушку для птиц, но оказалось, что это светильники. Надо вечером посмотреть, так интересно. Сидайте, просто вопросы всякие задавали, почему так, а почему это. Короче, природа здесь просто восхитительная. Именно вот на территории отеля такая красота. Я как-то раньше, ну, я и раньше видела, что здесь красиво, но действительно, вот, видимо, такие вещи, они с возрастом как-то больше в тебе пробуждаются, потому что здесь столько красивых деревьев. Мы вчера гуляли по территории, не то, что, вы знаете, типа идешь и что-то новое прямо увидишь, хотя один раз мы черепах видели. Тут просто по всей большой территории отеля очень-очень много красивых деревьев. А, еще мы спрашивали, кто обычно живет в самых далеких домиках. Ну, далекие в каком плане? Те, которые ближе всего вот сюда, типа к ресепшену, например. Вот вот этот домик, например, такой далекий, считай. Вот этот домик, вот там уйдешь, там тоже домик. Просто мы живем прямо там, типа ближе к морю. И тут у этого отеля очень много теннисных кортов, то есть этот отель, он прям супер-пупер для тех, кто играет в теннис. Тут это все очень профессионально, классно. Слава лучше знает эту информацию, она все хорошо все запоминает. Мы со Славой, кстати, тоже здесь в теннис сыграли в тот раз, когда приезжали. А вот, кстати, еще из новенького, чего раньше не было, я думаю, это даже моей маме будет интересно посмотреть, тут теперь где ресепшен сделали вот такую вот как будто бы кофейню. А вот таким путем мы идем в аквапарк. Самое большое количество теннисных кортов в мире в этом отеле. Ты гонишь? Нет. Более ста штук. Ой, боже, с ума сойти. Вот это очень классно, надо здесь сфоткаться будет. Какой прикольный въезд. Кстати, если вы думаете, то, что мы сейчас вышли из отеля, за территорию, то нет, на самом деле. Это все еще территория отеля, то есть вот эти ворота, это просто, просто ворота. Но когда мы заезжаем в этот отель, там еще дорога идет, то есть он реально очень большой. Вот там теннисные корты справа. Вот там, посмотрите. Тут еще канатная дорога какая-то, лазилки, по которым можно ходить. Тут какой-то, ну не заповедник, а органик гарден, девочки. Можно пойти посмотреть, как здесь растет морковь. Вот так. Там всякие эти лазилки какие-то, не знаю, видите вы, надо погулять, надо реально погулять. И мы туда еще дальше, дальше, там тоже есть домики, там тоже территория. Вот интересно. И туда огромная территория, которая вообще невидимая, можно так сказать, для глаз, людей, которые вот, ну как мы обычно приезжаем, просто, типа на море, бассейн, аквапарк, все. А на самом деле тут еще очень много, вон, посмотрите, видите, теннис-центр. Вот мы как-то туда ходили, да, прикольно, конечно. Вон, там огромный этот самый зай. Давай сегодня вечером тут пошлимдрем, погуляем по той территории. Никогда туда не ходили. Вон там какой-то тоже большой, типа ресепшн. Короче, вот выяснили мы то, что люди, которые живут в таких для нас, короче, от моря в дальних домиках, это люди, которые приезжают больше еще, ну, ради тенниса. ради того, чтобы играть в теннис. Ну, понятно, покупаться в море, конечно, да, но вот такие вот. Они поиграли и хотят пойти в номер отдыхать. Поэтому прикольно, потому что мне реально всегда было интересно, почему. Почему нас никогда туда в дальние домики не заселяли. Мне это было интересно с точки зрения того, что, а кого что-то туда заселяют. Потому что я бы не хотела, например, чтобы меня туда поселили, потому что это далеко от бассейна и моря. А люди есть, которые специально для тенниса приезжают. Они, наверное, так и просят. Мы хотим в теннис играть, поселите нас туда поближе. Ну, короче, интересно. Просто столько лет уже в этот отель ездим, и все равно чего-то не знаю, конечно же. Вот мы и пришли в аквапарк. Обожаю аквапарк. Даже не знаю еще какие-то отели, где вот такой большой, классный свой аквапарк на территории. Но только если этот The Land of Legends. Но там не то, там нет моря. Там просто ты можешь жить в отеле при аквапарке, но это не то вообще. Вот мы и здесь. Обычно мы ложимся просто куда бросим шмотки, туда и ляжем. Вот это моя любименькая водоворотик. Классно. Тут сильный напор, и тебя уносит водой. Обожаю это. Как здорово. Вон Слава с Анютой. Классные горочки. А и тут, кстати, еще есть столовая своя, где до 5.30, по-моему, можно кушать. Вот здесь такие горочки, вот этот толчок, с которого спускаешься вниз. Тут вот такие вот прикольненькие. Так хочется на всех на них покататься. Вот на белой мы вчера со Славой по очереди катались. Сегодня тоже покатаемся. Мы договорились со Славой сегодня насладиться аквапарком. Просто будем по очереди тусить. Вот про такие сооружения мы говорили. Слава говорит, это не фонарь. Не знаю. А что это тогда? Так, Слава пошел туда за полотенцами, а я вам хочу показать еще вот эту территорию. Ой, сколько здесь мест, наверное, здесь лучше ляжем. Аня хлопает. У Ани хорошее настроение. Она печенька. Так, Слава покатался с горок. Я решила попробовать ехать в горки с камерой, потому что я знаю, что, ну, короче, такая горка, с которой я вряд ли потом в воде полностью окажусь. Надеюсь, что меня пустят. Если нет, это будет очень тупо. Мне придется спускаться полезть уже. Ну, и надеюсь, камера не пострадает, но я очень хочу снять. Так, я иду, взяла с тобой круг, вот такой. Мне нужно подниматься, но не сказать, что, кстати, прям очень долго. Ну, и подъем здесь очень комфортный, в теньке, не жарко. Очень хочу снять, надеюсь, что разрешат. Если что, даже не знаю, что на английском буду говорить. Ну, пожалуйста, моляй. Раньше я снимала на видео, но я снимала на GoPro на этих же горках в этом отеле. Посмотрим, разрешат мне сейчас или нет. Я пришла. Ну что, сейчас моя очередь. Хай. Не будем там, да? Так. Пока все окей, девочки. Окей. Ура! Мы едем! Ой, класс! Так что, показываю вам, как чудесно я еду. Йо-хоу! Так, камера, не подводи меня! Так, я сейчас спиной, блядь, упаду. Все окей. Но камера перевернулась. Все прошло супер. Теперь я иду на другую горку закрытую, на которой еще не каталась в этот раз. Вон какая очередь. Моя мечта это брать огромную такую хреновину. Типа, даже это такой большой, не круг, а как, не знаю, надувная лодка. И всей большой семьей скатываться с таких горок. Это вообще, наверное, круто. Блин, классно. Конечно, если бы мы были со Славой вдвоем сейчас, мы бы и быстрее скатились. Но, как все равно рада. Мы здесь, даже если мы по одному катаемся, в любом случае, я получаю хорошие эмоции от того, что прокатилась с горочки. Так, сейчас поедем мы. Девочки, я ничего не вижу. Все вижу. Вот так вот эта горка выглядит. Класс. А вот до этого с Белой съезжала. Короче, камера, это прикольно взять с собой, но из-за того, что она с эффектом снижения, она переворачивается. Теперь я положу камеру и пойду спущусь с горки толчок, но туда я точно вас с собой не возьму, потому что там я точно окажусь под водой. Класс. Приятные эмоции, особенно приятные от того, что я это записала. Слушно. Так вот здесь чудно. Прям вообще. Мне так нравится. Так жалко, что скоро уезжать. Блин, я там тапки свои забыла. Ну ладно, я сейчас подовернусь. На радостях ушла без тапок. А вот горки есть, в которых я очень хочу съехать, но боюсь. Ну не, не боюсь, может и съеду. Но надо попросить, чтобы Слава снял, хотя один хрен не будет видно, как я там еду. Так, у меня всего 7% зарядки осталось на этой камере, я как всегда забыла аккумулятор. Сейчас иду показать вам детский бассейн. Тут их два. Один с песочком. Сейчас мы туда как раз идем, и там Слава с Аней останется. А я покажу вам еще другую территорию. О, какие высокие горки. Слава тут всех знает, поздоровался с продавцом в магазине. Так здорово. Итак, вот такой здесь классный детский есть пляж. Где будете играть? Так, ладно, показываю. Вот такая классная здесь крепость. А из этой крепости две горки ведут, с которых мы, кстати, с Аней прокатились два раза. И все было окей. Хотя Слава очень волновался. Вот, посмотрите, какой здесь большой детский бассейн. Аквапарк. Ну, тут не особо прям много горок. Вот там на корабле горка есть. Вот тут три горки. Одна, вон она синяя, она туда выходит. А из совсем такого детского прям для малышей вот такие вот штучки прикольные. Ну, короче, прикольно тут на самом деле вообще. А вон большие горки. Красота. Вот так вот ходят мои скрипыши. Вот такое безумерное веселье. Так, ребята, мы пошли погуляли. Чуть-чуть пофоткальтесь. Я на Нюту нарядила красивое джинсовое платье. Она теперь нам мозги компассирует, потому что хочет сама ходить ногами. Мау, крутяк. вот такая здесь детская комнатка, клуб с игрушечками вот такими. Есть вот такой вот сухой бассейн с горочкой, с шариками. привет. Ой. Штырек. Я спрашиваю тебе, что ты, Аню, редко в платье наряжаешь. Ну, это неудобно. Это только для фото удобно. Когда постарше будет, наверное, будет прикольно и для жизни. Удобства, скажем. Беги к папе, Ань. Смотри, где папа? Ань. Беги к нему скорее. Беги! А ну-ка, быстро, быстро. Покажи, как ты быстро бегаешь к папе. Давай, давай, давай. Вот, как платье, чтобы не забыли. Сейчас поймаю, сейчас поймаю, сейчас поймаю, что поймаю. Шлеп, 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 шлеп. Походи тут, посмотри все. Один раз я Аня изо рта достала очень мелкую детальку. Нет. Нет. Нет, кому больше. Здесь прям совсем такие маленькие детали, что это вообще. Я бы сама даже могла подавиться. Беги за мамой. Аня. Аня. Нет, ну ты глянь. Я говорю, не все-таки. Я говорю, не все-таки. Иди сюда. Иди сюда. Ань. Иди ко мне. Аня. Держи. Сейчас идет во всю ужин, поэтому здесь никого нет. Что, удалось занять место? Ну, не первое. Ну, понятно. Ну, а какое? А, ну все. Тоже хорошо. Вот, кстати, одна из тем, которые я хотела обсудить с вами, это то, что Аня здесь начала прям ходить. Ну, типа, не просто первые шажочки какие делать, по пять, там, шесть шажочков. Прям ходит, прям долго ходит. Но мы боимся ее просто на улице отпускать, там, где плитка, все-таки, ну, как бы, волнительно, хотя, короче, один раз я ее отпустила на газоне. Я ее отпустила, она как убежала и башкой вот так вот в землю воткнулась. Ну, ничего страшного, ну, она, конечно, поплакала, но не сильно, не страшно, слава богу, все, первый раз сюда Аню посадили. Даже папа сюда зашел. Точно упадет, сейчас. Аня, шарик лови. Аня обожает эти шарики, и когда детки тут играют и выбрасывают отсюда шарики каким-то образом, Аня эти шарики берет и ходит с ними счастливая. Ну, папа. Круто, Ань? Я не могу встать. Ребята, ребята, просто подкишечку полет, попормите, я не могу встать. Ребята, я пытаюсь к вам прийти и обнять и поцеловать, но не получается. Тут так много этих шаров. Вау! Вау! Зай! Аня, давай, бери шар и бросай папе в тыкву, совсем уже обнаглел. Ну, что, тут не очень, Ань? Пойдем? Пойдем отсюда. Слава сказал, что занял нам второе место, а в итоге вот оно, наше место. то, Ань, что бы начать, Ань? Ань, что бы начать, Ань? Ань. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Здорово, ребята! Анюта, помаши рукой. Мы уже... Ты моя умница. Ну, гениальный ребенок. Аня уже поела все, что могла. Сзади у нас шикарный пейзаж. Я выставляю сторис о том, что у меня вышел новый влог. Слава пошел за фруктами и печеньями. Аня кормит маму. Вкуснятина. Я попрещу. Папа тебе вкусненько, конечно. Печенько. Ура! Настоение по Нью-Бэдам! Какой шикарный пейзаж. Иди сюда к нам. Я вот так. Поехали. Как же здорово. Вот так вот здесь. Это просто идеально, на самом деле, в плане того, чтобы привезти малыша в Турцию и здесь самоприкорм практиковать. Во-первых, тут куча всего. Все кладешь, ребенок ест. Во-вторых, тебе убирать не надо. Хотя я все равно всегда стараюсь самую жесть подобрать с пола, потому что мне немножко неудобно. Что что-то много летит на пол. То, что Аня ест. А что я мог поделать? Как же хорошо, кот. Ложен. На. Апельсин. А Аня любит апельсин. На. Давайте я вам расскажу про отдых с ребенком. Что я думаю. Такие мокрые волосы после того, как мы помылись. Тут очень сильная влажность. Итак, отдых с ребенком. Ребенком. Конспектируем. Резимируем. Отдых это реально, это возможно. Я считаю, что... Господи, спасибо, у нас все прошло замечательно. Ну да, я прихворала маленько. У Ани там пару дней сопли были. Но это ерунда, мелочь. Это вообще ерунда. Следующее. Аня здесь знатно повзрослела. Кайфанула. Накупалась. Нагулялась. Начала ходить. Общая, видеть много деток вокруг себя. Я думаю, это очень положительно влияет на малыша. Да? Мама здесь отдохнула, бухнула, кайфанула, поплавала. Это тоже положительно влияет, я считаю, как на малыша, так и на маму малыша. Сложности какие? Ну, типа минимальные. Мы не можем посмотреть анимации какие-то, потому что мы идем рано спать. Мы не можем вдвоем скатиться с горок в аквапарке, потому что у нас ребенок. Мы по этой, в принципе, причине не поехали в аквапарк. Есть классный большой аквапарк, и мы в него не поехали, потому что подумали, ну, смысл надо туда ехать с ребенком. Мы не сможем, ну, как бы кайфануть от этого места. Все-таки туда ехать, как бы ехать, а не то, что у нас тут рядышком пришел и все. А в целом, не знаю, что. Я считаю, надо ездить на отдых с ребенком, если вы можете. Тем более, есть большие плюсы. Например, ребенок 2 года до 2 лет летает бесплатно. Хотя мы все равно доплачивали что-то за Аню, ну, не столько, сколько за целое место, но там какая-то сумма была небольшая. Все равно я считаю, что если вы хотите полететь на отдых, на море, кайфануть, отдохнуть, ребенок, это не преграда для вашего кайфа. Потому что, как мы в Москве с ребенком что-то не можем себе позволить, мы должны там и дома быть в определенное время, и мы не можем вдвоем, например, взять и пойти в кино. Только если кому-то оставить ребенка, тогда можем, конечно. Ну, то есть все равно жизнь меняется. Я думаю, что самое главное, что нужно понимать, да, когда ты думаешь по поводу отпуска с ребенком, твоя жизнь и так уже изменилась. И да, она и в отпуске, твой отпуск тоже будет другой, не такой, как раньше до рождения ребенка, потому что у тебя, в принципе, и жизнь стала другая. Но скажу так, если бы мы поехали не одни, а с кем-то из родных, либо с няней, например, то о чем бы мы просили условно эту няню? Эту няню, это может быть там наши мамы, либо реально няня, просто няня. Быть с Аней, пока мы катаемся с горок в аквапарке. Не знаю, пойти раньше в номер, а мы бы сидели, смотрели анимацию. То есть уложить Аню спать, а самим смотреть анимацию. Ну, то есть, как бы, стоит ли, вот я так думаю, нужно ли нам реально брать с собой няню в отпуск? Ну, нет. Ну, да, конечно, анимацию хочется посмотреть, с горок вместе скатиться хочется. Но как будто бы это, знаете, не такой вот, без чего твой отпуск вообще никак не пройдет. Поэтому, в принципе, могу сказать, что, наверное, норм. Ну, на дискотеку мы тоже не можем пойти. Ну, мы как-то и не любим это. Мы любим позалипать в своих гаджетах, интернетах, поэтому пока Аня рано засыпает, спит и смотрит все это в свои сны, мы смотрим свои гаджеты. Поняла, что мы делаем? Еще я бы хотела сделать некоторые рекомендации для вас по поводу того, что взять с собой в отпуск на море. Например, вот как мы полетели в отель в Турцию с ребенком. Если у вас малыш примерно возраста как Аня, либо у вас есть какие-то прикормы, самоприкормы, обязательно берите с собой вот такую тарелочку, которая приклеивается. Тут такие не выдают. С собой лучше возьмите свою еду для ребенка, вот как я вам показывала в прошлом влоге с Турции. Мы взяли баночки, супчики, типа, что у нас там за баночки? Что за бренды? Ну, вы поняли, хип, сэмплер, вот эти вот... Аня. Вот Аня, Аня или кто они там? Возьмите с собой все равно супчики. Мы Аню на обед всегда кормили здесь этими супчиками, баночками, до сих пор они у нас есть. Возьмите творожки. Если ваш ребенок это ест, ну, реально, да, это гемор. Но если вы тревожная мать типа меня, точно возьмите, будете кайфовать и думать, какая я молодец, вообще, как хорошо, что мы это продумали. Следующий момент. Если ваш ребенок ест, пьет, точнее, смесь не такую, как типа порошок, который можно развести с водой, что было бы для нас суперудобно, а какую-нибудь там агушу, тему, вот это вот. Вся тема обязательно берите. У нас, кстати, Аня, молодец, молодец, качаночка, молодец. Она кушает агушу, она ее съела, у нас до 26-го была агуша, до 26-го числа годности. И сейчас она у нас уже сколько-то дней пьет Тему. Вполне себе вкусно. Я пробовала, вот вам рассказала, что похоже на ряженый комплекс нормалек. Обязательно, если у вас есть хрень, которая нагревает, ну, это не так обязательно, это не так важно. И могу сказать, что мы, наверное, даже агушу и Тему особо сильно не грели, потому что мы ее просто, бывало, брали на улицу. Она остывала, либо заранее доставали из холодильника, остывала и давали ребенку. То есть сильно греть ей не приходилось. Да и можно в раковине погреть с кипятком. То есть это не обязательно, но нам это лично помогло. Я показывала, у нас есть нагревалка, мы там супчики обычно греем. Короче, какую-то посуду мы свою брали. Практически вся одежда у нас испачканная у ребенка, да и у нас у взрослых, что уж там говорить. Все потное, все в еде, ну, в чем-то, короче. Поэтому одежды можно взять побольше. Я стирала Ане в итоге одежду, и вот к чему меня это привело. Я просто в мясо себя каким-то образом стерла. То есть я брала ткани вот так вот. Вот. Ну, мне кажется, с Аней время летит вообще как на каком-то суперкаре. 230-250 километров в секунду. Я эти две недели вообще не заметил, как два дня. Ну, есть нюансы от отдыха с ребенком. Но в целом, ну, все равно же классно. Ну, Славе нравится. Он рад, что мы втроем. Все равно же классно. Классно, конечно. Во-первых, мы 24 на 7 следим за Аней, видим ее какие-то новые способности, какие-то живые эмоции. Она чему-то учится здесь с нами вместе. Особенно здорово видеть, как она радуется морю, качели. Да, море для нее. Она от моря кайфует. Качели вообще. Жить без них не может. Не знаю, как мы в Москве без моря. Ну, а минусы? Минусы. Ты не можешь полежать в кровати, в телефоне столько, сколько раньше мог бы. Ну, да. Времени на себя... Вот одна взрослая жизнь. А теперь мы уходим. Самый важный на отдыхе предмет. Водичка. Ребята, мы в первый раз так поздно уходим с ужина. Ну, мы и пришли как бы позже обычного. Но это вообще... Тут уже все убрали. Уже выключили свет. Ничегошеньки не осталось. Так прикольно. А, нет. Что-то еще осталось. Можно урвать еще вот эту картошечку и рыбку. Но никто, я думаю, этим заниматься не будет. Блин. Все-таки... Знаете, раньше у меня, я помню, были такие мысли. Ну, что это за люди, которые, там, не знаю, со всем маленьким ребенком уже летят куда-то путешествовать? А когда у меня у самой появился ребенок, я понимаю, что... Вот эти люди. Вот они. Нет, ну, все равно, ты знаешь, я раньше видела там совсем младенцев прям... Да, хлопья. Короче, просто бывает, реально, смотришь, в самолете летят прям совсем-совсем с маленьким малышом. Я никогда не осуждаю, и... То есть, из чего бы мне осуждать мое вообще какое дело, кто куда там летит с ребенком. Но на самом деле, когда у тебя появляется ребенок, тебе еще больше хочется. Не то, что жить как раньше, а наоборот, даже и не то, что доказать себе или, там, кому-то, что ты живешь как раньше. Нет. Нет, а просто ты хочешь еще больше получать кайфа от этой жизни и менять обстановку очень важно. Когда ребенок у тебя появляется, это и для ребенка полезно, и для тебя самого, потому что, ну, для мамы смена обстановки это капец как круто. Прилететь в отель, где тебе не надо убирать и готовить, это капец как круто. Поэтому, если вы можете себе это позволить, езжайте, отдыхайте. Самое главное, я считаю, собрать супер-купер аптечку, продумать самое важное, необходимое для ребенка, чтобы в первую очередь маме было спокойно и не тревожно, и все. Что еще надо, я не знаю. Ну, страховки. Ну, короче, просто продумать свой отпуск так, чтобы не было причин для каких-то беспокойств. Можно лететь, отдыхать, я считаю, нужно, нужно. Дети очень взрослеют в путешествиях. Прям такие скачки роста происходят невероятные. Я считаю, что это очень круто и важно. Поэтому, если у вас есть возможность, есть желание, я вам разрешаю. Дерзайте. Путешествуйте. Живите, пожалуйста. Да. Кайфути. Живите, дети, сейчас. Кайфути, Аля. Жизнь одна. А какой ты тяжелый. Какой тяжелый у мамы уже искремление позвоночника. Ты не туда тыкаешь. Не туда. Вот сюда. Ты что, ты нас пустишь или нет? Она просто обрадовалась. Аля, ты давай. Открывай, малыш. Не могу, не могу, не могу. Я так веселая, что я не могу. Аля, ты нас пустишь или нет? Аля, открывай дверь. Можно зайти? Открывай дверь. Она знает, что делать. Открывай. Мы откроем и пойдем дальше играть в клуб. Давай быстро. Да не сюда. Не сюда тыкать. Вот сюда. Смотри. Вот сюда. Тик. На. Не могу, не могу, не могу. Давай маму сделайте. Вот мы в номере. Все. Переделайся. Идем в мимо клуб. Да, малюткин. Малюткин. Слезка идет. Потому что вы меня расстроили. Знаете, что там происходит? Там разыгрывают путевочки в этот отель. Мы тоже заполняли такую бумажку, как только прилетели сюда, приехали. И там каждую субботу разыгрывают среди тех, кто заполнил такой бланк. Кто-то может выиграть и кому-то на почту либо прям позвонят, придет приглашение и подарят, по-моему, неделю проживания в этом отеле. Очень классная идея, мне кажется. Тем временем мы переодели Аню и пришли посмотреть фоточки. Сегодня, когда мы выходили, Аню несколько раз сфоткали, мы решили глянуть. Тут сегодня шарики надували, но пока всем надували шарики, мы сидели внутри с Аней, бегали. Теперь Аня жует шарик, и для меня это, конечно, очень волнительный момент. Вот так же Аня делает с моим соском. Ань, ну-ка брось его. Вот, пока всем шарики давали, мы сидели внутри. Но оказалось, что есть дополнительные шарики, и вот как раз Аню-тке перепал дополнительный шарик. Надеюсь, она его не лопнет у себя во рту или в руках. Сегодня выступает Майкл Джексон, а еще сегодня вот такая классная туса. Сегодня суббота, сегодня гала, найт. Все должны быть красивые, черно-белые. Будет фейерверк, обычно из этих бутылок прям фейерверк. Уже вторую субботу мы здесь, но не уверена, что мы это увидим. А тут все смотрят танцы Майкла Джексона. Это очень клево. Я именно после этого отеля прям реально прониклась музыкой Майкла Джексона. Так, ребята, кажется, я могу застать этот миг и записать салюты. Тут не просто танцы, тут Майкл Джексон, начнем с этого. Там были вообще салюты пускают. Сейчас из этих бутылок должны, или не из бутылок, они знают, куда должны быть холодные фонтаны классные. Я хочу их снять. Все танцуют, включают там узло. И там это другое что-то. А у нас должны быть эти холодные фонтаны. Там еще Майкл Джексон со своей подтанцовкой продолжают танцы. Аня согласилась чуть-чуть тут потусить, попить свою Тему здесь. Когда эти будут салюты, непонятно, да? Но Аня врывается в танцпол. Не, мы сейчас куда-нибудь отъедем. Аня в клубе. Танцуй, танцуй! Оп, 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 оп! Танцуй, Аня! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Привет, ребята! Сегодня мы здесь, последний день! Я в шоке. Просто в шоке. Две недели пролетели просто незаметно. С одной стороны, я вообще не хочу уезжать, потому что мне так хорошо. Я еще не нанырялась. Я люблю нырять, знаете. Люблю плыть под водой. Все это я еще как будто бы не сделала до конца. Не довела дело до ума, понимаете. А с другой стороны, я немножко скучаю уже по дому, скучаю по Виве. Она, конечно, тоже там, в принципе, неплохо живет. О, ничего себе! Это что такое? Я такого тут еще не видела. Как клево. Поставили вот такой надувной этот баскетбол, да, это? Ну, короче, в кольцо, типа, надо попасть. Около басика всегда такая классная туса. О, видали? Как здорово! Так, вот мы и пришли. Тут такая красота. Каким-то образом у меня опять камера не заряжалась. Поэтому ничего снимать вам не буду. Сейчас мы скопаемся и пойдем за зарядкой. Капец, вред какой-то. Привет, ребята! Сегодня первое число, сейчас 10 утра, и через 20 минут у нас трансфер в аэропорт должен был быть. Не, ну, может быть, он и будет, и в итоге нам придется просидеть в аэропорту больше времени просто так. Начну я свою историю про зоби апокалипсис. Короче говоря, мы, когда собирались лететь в Турцию, выбирали авиакомпанию. Думаю, выберем хорошую, прям такую классную, с которой вообще всегда все супер. Никакие рейсы ничего не переносят. Ну, вообще, типа, красота. Выбирали, выбирали, и в итоге решили выбрать себе аж комфорт-класс. То есть, чтобы у нас были супер-классные места в самолете, чтобы мы сидели вдвоем без третьего лишнего человека. Ну, как лишнего, без нашего близкого. Короче, без третьего. Только я, Слава и Анюточка. И сюда мы так и прилетели. Все супер-класс. Обратно у нас уже были выбраны места в самолете еще более комфортные. В том плане, что сюда мы летели на последнем ряду, а обратно туда мы должны были, ну, Москву улететь, где-то там чуть ли не в начале этого комфорт-класса. И наш самолет должен был уже улететь, который мы должны были отсюда улетать. Мы должны были в 9-10 отсюда улетать и в 2 с чем-то прилететь в Москву. В итоге здесь произошла такая ситуация, что Славе пришло сообщение на телефон о том, что в нашем самолете не будет комфорт-класса. То есть то, за что мы заплатили 200 тысяч, у нас не будет. Ну, то есть мы поедем в экономию. Либо мы можем доплатить еще, типа, 100 тысяч и сидеть в бизнесе. Вот так вот я тоже думаю. Конечно, будь мы еще богаче, или было бы у нас, не было бы у нас денег на комфорт, мы бы спокойно поехали в экономию, не парились бы и спокойно бы на экономию сегодня бы уже долетели до дома. Но из-за того, что мы решили с большим комфортом поехать в эту поездку и выбрали комфорт, мы оказались в западне. Я не знаю, что сейчас у нас вообще, какой план, потому что за нами сейчас должен приехать трансфер, а мы вроде как сидим и не двигаемся никуда. Я написала минут 20-30 назад, чтобы нам трансфер попозже дали, ну не знаю. Короче, Славе приходит сообщение, что на нашем самолете обратно не будет комфорт-класса. Какой у нас выбор, лететь экономом и каким-то образом пытаться потом вернуть деньги за комфорт? Мы решили, что либо полететь позже, что мы выбрали, типа самолет на 14-20. Мы такие, ну, я не хотела такого, потому что у меня всегда все схвачено, все по времени, по договоренностям, по планам. Мне же надо приехать сегодня, все разобрать, все вещи постирать, завтра к нам придут убираться. Я как раз поняла, что сегодня мы срачно ведем, все, она стирается, и завтра придут к нам убираться, все, красоту наводить. Мы решили прийти в детский клуб напоследочек. Готовы к полету? Да, уж, готово. Мы в самолете. Короче, не знать, как хотели. Не, мы сидим рядом, это главное. Ну, типа не у окошка, а сами еще у нас, и люди. Я в ярости. Ну, приятно. Обидно. Ну, что поделать? Ну, как тебе? Как настроение? Ну, мы дома вообще капец, поздно. Ну, главное быть дома. Все, улыбка, у меня. Так, ребята, знаете, что произошло в итоге? Мы сидим одни на ряду. И я в шоке. Это, конечно, класс. И, возможно, это будет нам удобно. Не знаю, воспользуемся ли мы этой привилегией. У меня рюкзак требует отдельного места. Ну, это понятно. Но для рюкзака условно есть и так место наверху в багаже. Ручной клади. Но, знаете, все равно мне бы около окошка понравилось бы лететь больше. Так же, как и Славя. Но иметь полностью весь ряд тоже неплохо. Так что вот так нам предложили апельсиновый сок или воду. Все-таки это стоит своих денег. Мы везде проходим быстро. Мы не стояли огромную очередь, чтобы дать багаж. Мы пришли туда, где типа бизнес, потому что у нас это включено. И вместо того, чтобы стоять в очереди, чтобы дать багаж, мы ходили... Мы ходили по дюди-фри. Я купила себе косметику. Покушали, попили кофе. Я протираю, даю. Попили кофе в Старбуксе. Съели сэндвичи. Это у меня. Сейчас надо дупой. Ну, короче, все равно комфорт того стоит, конечно. Поэтому сильно выпендриваться не буду. Ну, тут, скорее, просто неприятно, что мы потратили какое-то время на выяснение, разъяснение, урегулирование. Но это, наверное, не так критично, как я это все изображаю. Хотя, не знаю. Ты сильно изображаешь? Я изображала это как... Как это возможно? Напишу это в названии видео. Короче, все не так плохо. Теперь реально самое главное прилететь домой. Просто мне бесит то, что мы очень поздно прилетим. Я очень поздно буду дома. Следовательно, очень долго буду разбирать вещи, стирать, ну, все. Ладно, это мелочи жизни реально. Главное долететь. Вот так. А еще из-за того, что у нас самолет более поздний, не с 9-10, как должны были 9-10, по-моему, а с 2-20, ну, в итоге даже с 3-20, то у нас будет сегодня обед. Так что вот, что мы можем себе выбрать на обед. Даже вина можно. Но я не буду. Все, отпуск закончился. Харе, бухайся. Мы прилетели, ребята. Мы сейчас до 10-го, представляете? Ну, что говорить, полет прошел хорошо. Я Аня в самолете покормила баночкой, супчиком, пюрешкой. Я попросила стюардессу, она подогрела, типа, в водяной бане еду Ане. Вот, все было супер, Аня все поела. Ну, короче, полет прошел хорошо. Я, конечно, не выдавала по понятным причинам, но все вообще прошло хорошо. Ладно, мы еще сидели одни в ряду нашим. Наверное, могу сильно так не выпендриваться. Ну, нет, скорее тут неприятный момент был в том, что Славе приходилось там звонить по телефону, что-то выяснять, пытаться разобраться. То есть это единственный момент, который нам как бы подпортил все, вот это, весь этот переезд. Но в целом долетели мы, слава богу, хорошо. И сейчас мы едем домой. Встретил папа Славы. Даже у Анютки тут есть автокресло, так что она едет как царица. С таким дорогим самолетом, который мы купили в Турции за миллиард рублей в аэропорту. Продают какие-то игрушечки обычные. Не, не расстраивайся. Мама в Москву привезла Вивочку, так что, когда мы будем дома, она привезет нам Виву домой. Я по ней так соскучилась. Ну, и по Виве, и по маме, конечно. Впереди у меня куча разборов, стирки, уборки, глажки. Ну, короче, просто трэш. Так, ребят, я разбираюсь, убираюсь. Сейчас время пол. Двенадцатого дома у нас срач. Конечно. И это только начало. Еще я заказала доставку еды. Еще приезжала моя мама с моим братом, привозили. Тоже кое-что. Ну, какой еды? А, ну, привезли Виву. Кое-что. Привезли Виву. Анютка очень обрадовалась Виве. Я взяла Виву на ручке. Аня начала плакать, как будто бы я взяла Аню на ручке. И Виву. Аня схватила Виву за лицо, за морду, получается, собачью. И Виве это было неприятно. И я была расстроена. Ну, короче, начинается новая глава в нашей жизни по спасению собаки от ребенка. Я не знаю, что это было. Это явно делал Слава. Он что-то выкинул в унитаз. Какую-то еду. И не смыл. Блин. С нас тут не было две недели. Я просто открываю дверь. Туалета? Я хочу сдохнуть. Пойду туда, залью что-то. Фу, теперь этим головой отсюда вымирает. Господи. С одной стороны, я скучала по дому. Но сейчас могу сказать, что дома просто фу, блядь. В толчке катается жизнь. Я запустила стирку на... Хотела типа на час, но тогда я мало постирать смогу. Мне бы хотя бы три стирки. Три, ну в идеале четыре сделать. Но тогда я очень поздно лягу, но похер. С другой стороны, все равно это все не высохнет. Но мне так хочется все перестирать. Короче, запустила стирку на 40 минут. Вот. Что на час. 20 минут все-таки это время тоже. Вот. Готовлю здесь светлое. Здесь пакет с игрушками. Которые тоже все надо мыть, разбираться. Что, кого, куда. Прочу вообще пока не знаю, сейчас знаю, за что браться. Так вот, продолжаю себе рассказ. Карлахи. Я очень устала. И больше всего у меня в этой ситуации бездет то, что сейчас так поздно. Это то время, когда я должна была по своему плану. Я не знаю, это то, что я кедерок. Кедерок, еще какая-нибудь хуйня. По какой причине у меня вот так вот это все болезненно происходит, если что-то идет не по моему плану. Ну, для меня это просто убийственная ситуация. Вообще просто. Может, потому что я генератор. Ну, короче, для меня очень важно чувствовать удовлетворение. Вот я себе что-то придумала. решила, что вот будет так. Все распланировала. И если так не получается, для меня это просто пипец. И мне не хочется принимать то, что, ну, как бы всякое бывает. Это жизнь. Ну, в каких-то ситуациях я это принимаю, понимаю и все ок. Но чаще всего я такая, типа, не. Так. Я убираюсь в холодильнике. Накидываю то, что не выкинула тогда. И подумала, нахер с ним. Так хочется яблочить. Ну, то, что у нас в Толчке теперь кто-то живет. Какая-то цивилизация. Это прикол. Я еще чувствую себя такой грязной. Я еще не мылась с самолета. Аня хоть спит. Мы уже так жарко в комнате. Мы поставили ей этот вентилятор. Потом все равно жара пипец. Просто жопа. Правильно. Я думаю, надо включать этот кондиционер. Короче, буду ходить. Разбираться. Реально не знаю даже вообще за что браться. Потому что тут такой пипец. Кстати, Аня первый раз дома здесь ходила сама. Вот так вот, чтобы долго ходила по дому. Игрушечки свои разглядывала. Это было так мило. Она обрадовалась так, что дома все узнала. Короче, я тут сортирую то, что чистое. То, что грязное. Вот тут тоже что-то. Обувь. Сука, муравья привезла. Я привезла муравья. Мне мама сказала, главное не привезти сюда этих муравьев. Потому что их хер потом выведешь. И вот он тут. В детской причем. Я не знаю. Я теперь его не вижу. Но это неудивительно. Я так и думала, что мы его привезем. Потому что они у нас там просто везде были. Эти муравьи. Надо этот пакет нанести в ванну. Вообще не знаю, что теперь делать. Блин, шашлык. В квартире так воняет. Может, это из-за этой плесени. Короче, не знаю. Все месит. Вот наверняка вы бывали в такой же ситуации. Ну, не в такой же. Но я имею в виду, когда вообще все пошло не по вашему плану. И из-за этого вам приходится теперь допоздна просто в говне возиться. И кто-то другой на моем месте такой. Эх, похер завтра буду делать. А мне вот не в кайп. Потому что я хочу завтра проснуться. Ну, окей, я не в чистом доме проснусь. Но я проснусь. К нам придут убираться. И я плюс-минус проснусь в чистом доме. С новым настроем. С новыми планами на этот день. На эту жизнь. А в итоге я проснусь просто в хаосе. Где мне надо еще разбираться, убираться. Все потому, что какого-то хера. Из-за авиакомпании. Это все из-за авиакомпании. Просто я там, не знаю, 5 минут во влоге назад. Да все нормально. Главное, мы дома. Просто хочется рухнуть. Ненавижу сумку разбираться. Что только нету. Какая же я злая. Не могу вообще передать свои эмоции. Что у меня здесь? Я ничего не понимаю. Не просто помойка сейчас будет. Что только нет. Грязные и грязные. Мне хочется все простерилизовать. Все соски. Все бутылки. Все все. Вообще, что у меня? Какая-то нет. Все где-то валяется. У этой камеры есть огромный минус. Огромный. Из-за того, что у нее есть функция слежки, стабилизация. Это как бы ее плюс. Но вот в сумку положишь эту камеру. Да, окей. Для этой камеры есть специальный чехол. Ну, камон. Реально. Ты, когда живешь, снимаешь там блоги, тебе не до того, чтобы собрать всю камеру, блядь, сложить в чехол, потом ее все сидеть, разбирать, собирать. Ты живешь как бы лайф. Ты в лайфе. Ну, я, по крайней мере. Короче, она повреждается. Вот эта вот ее головка, которая за мной следит. Она повреждается и начинает натворять всякую ересь. Плохо следить за мной. Вот так вот, блядь, теряться. Когда думаешь, что кастрюля это чье-то лицо. Вот эти вот первые дни после прилета я их больше всего не люблю. Хотя, мне кажется, с одной стороны, это, типа, должно быть прикольно, потому что ты дома, особенно если ты скучал. А у меня в путешествии было так, что сначала я кайфовала, что мы отдыхаем. Потом я скучала по дому. И, ну, не то, что прям скучала, скучала, но было такое странное состояние, потому что, во-первых, я заболела. У меня что-то все валилось из рук. Какие-то неурядицы. Не сураницы. Не знаю. Все как-то вот, ну, по жопе шло. Я начала, ну, как бы, думать о доме, что дома так хорошо. Вот дома-то у меня вообще все классно, все схвачено. Потом я выздоровела, у меня все стало классно, клево. И я начала думать, ну, как же классно в Турции. Вообще не хочу домой, потому что домой сейчас приеду. Вот опять надо самому все убирать, самому все готовить. Вот это все убирать. Тут еще духота нереальная, дышать нечем. Но хотя бы есть горячая вода, девочки. Потому что когда мы улетали, у нас горячей воды не было. И это был, конечно, прикол. Так, все, нафиг. Отсюда в мойку. Ой, горячая вода еще пока напечет. Мне не угодишь. Фу, это молочко скидло. Это бутылка чистая, но технику тоже моется. Пусть все моются. Я чувствую себя такой грязной. Я чувствую, что все такое грязное. Все нужно как следует помыть. Не жалею, что мы взяли вот эту байду. Кстати, можно ее пушить в мойке? Да, можно. Что-то нам действительно пригодилось. Вот так я не прохипишу. Соловки. Как я вот странно. Налью себе сок от явощины со льдом. Будет у меня Турция, он инклюзив, епта. Капец. Ладно. Надо просто все разложить на свои места, все помыть. И теперь я еще переживаю за то, что у меня там муравей ползал. Егучий. Это вообще, конечно, не кстати. Сосуете сюда сразу, персонажи. Пусть как следует там кипятятся, чтобы хотят. У нас идет полным ходом подготовочка к дню рождению Ани. Я уже забыл, что у Дарисы есть, например. Нам ее очень не хватало в Турции, если честно. Мы так привыкли уже к этим возможностям, технологиям, что без них прям грустно. Не жалею, что брала с собой ложки, брала посуду. Потому что бывало такое, что мы Аню могли покормить в номере и спокойно пойти сами на тот же ужин, обед. Чтобы, например, на обеде или ужине я ей в тарелочку просто положила как бы самоприкорм. Одно дело самоприкорм. Ребенку положил. И я часто на ужине особо даже, ну не то, что не следила, но просто вот положу. И я вижу, что Аля как бы там много съела. Я думаю, ну класс, наверное, она съела. Потому что перед сном мы все равно ей еще давали огушу, молочко. Ну и как-то я не переживала, там голодная она, нет. То есть я знала, что все окей. А вот в плане, например, обед я всегда такая так, ну супчик, там не супчик. Ну то есть мне нужно проконтролировать, убедиться, что она хорошенько, плотно пообедала. Вот, а еще мы там, кстати, сегодня перед отлетом купили в итоге трусики Pampers. И хочу сказать, что они ужасные по качеству. Они отличаются от того, что покупала я в Москве здесь. Может это типа не премиум, а просто какие-то, не знаю. Но по качеству это просто, ну, с теми реально не сравнить. Я видела, писали, что типа Pampers это вообще фуфло. Мне, кстати, нормально, мне понравилось. Не могу сказать, что прямо они плохие. Так, вот это тоже посудомоет. Мне так неохота это все вручную мыть. Вообще, нафиг надо. Вот так хватает забыть. Мне кажется, это слишком много. Еще, вот, меня больше всего бесит, что нужно будет лекарства раскладывать. Это я вообще терпеть не могу делать. Я уже забыла, что надо Ане готовить. Типа отдельно. Да я не знаю даже, буду ли, но, наверное, что-то буду отдельно ей готовить. Просто мы настолько уже ее самоприкормили. Мне так нравится, так хорошо, классно. Это все грязные. Так, понял? Ну, за муравьев я теперь капец переживаю, если честно. Это прямо жопа. Ну, где моя эта штучка? Уже есть штучка, которую берем для таких моментов. Что-то наделось. Суп, пельмени. По-хорошему еще просто помыть надо. Ну, там они почти все чистые. А какие-то так просто... Кисунки валялись. Каких-то прям говнеков нету. Раньше я каждый раз кипятила. Потом мы перестали это делать. Мы начали просто мыть. С специальным средством для мытья сосок, бутылок. Мне кажется, это даже лучше. Вообще, обязательно надо мыть руками соски тоже, я считаю. Потому что... Я помню, когда бывало такое, что мы просто кипятили и все. Типа она чистая. А потом бывает рукой трогаешь, она такая скользкая. Не знаю, типа, ну, какой-то в чем-то. Ну, то есть все равно ребенок там молоко, не молоко, что-то пососал. Потом соску. И, ну, это все может оставаться, поэтому рукой прям вот так вот пошмякать, ну, надо. Вот эти штуки я тоже хочу. Короче, по поводу отеля. У нас же был номер двухкомнатный. И в следующий раз, когда мы поедем, вообще не вижу смысла такого. Ну, я не знаю, когда мы, правда, поедем в следующий раз. Но, типа, и знаете, я как думала. Вот мы со Славой будем лежать, типа, в одной комнате, Аня будет в другой. Мы сможем там кино смотреть, и так далее, и так далее. В итоге это было настолько несмысленно. Мы, типа, все лежали, смотрели. И спокойно Аня с нами лежала. Ну, пару раз она лежала там, в этой комнате. Но, в основном, в этой комнате тусовались муравьи. У нас. Интересно, если бы там кто-то спал, муравьи бы тоже там тусили? Или все-таки они не тусят там, где люди спят? Потому что у нас в спальне они не тусили. Они, конечно, тоже бывали, если там печенье какого-то накидаешь, конечно. А еще, знаете, почему я скучала? По маркетплейте. Целых две недели ничего не заказывала. Поэтому так и кучилась. Мне еще кучу всего надо будет вешать. А еще потом кучу всего гладить. Потому что, скорее всего, нихера не высохнет к завтрашнему приходу нашей девушки. Клинеры. Поэтому все придется гладить мне. Сначала я подумала нафиг. Все, не хочу ничего гладить. Ну, в смысле, вообще пофиг. Буду кайфовать по жизни. Типа, детские вещи тоже гладить не буду. Ходила у меня такая я какое-то время в неглаженном. Мне не понравилось. Потом я начала все гладить, складывать. И мне так понравилось. Ну, то есть, прям, небо и земля, если честно. И Анютке, скорее всего, пофиг. Но мне это удобно, просто, когда вещь красивая, аккуратно лежит. То есть, она глаженная, просто даже аккуратно лежит в шкафу. Но, опять же, это трата времени. Своего драгоценного времени. Ну, и все-таки, блин, фото, видео передают неглаженную вещь. Поэтому я считаю, что все-таки лучше, как будет, гладить. Иногда фан. Я вообще стараюсь не гладить. Ну, я считаю, так. Вот, мне понравилось, как я сделала недавно. Кстати, ну, во влоге тоже вы это видели. Я долго ничего не гладила. Потом просто одним днем погладила все, что хотела. Навела красоту. И красоты нам хватило бы вообще еще, капец, как надолго. Если бы мы в Турцию не поехали. Но, по сути, все это мы с собой как раз взяли в Турцию. И отлично там все это гладенькое использовали. Мне так нравится, то, что у нас все это сейчас будет через кипяточку. Пройденное. Может быть, это, конечно, не то, что прям вам дезинфекция какая-то. И надо подольше это все подержать. Но мне чисто морально даже так как-то легче. Я реально чувствую, что мы такие все грязные. Все у нас такое грязное. И я не могу от этой мысли вообще избавиться. Это, наверное, одна из причин, по которой вместо того, чтобы сейчас после самолета пойти в душ, лечь, отдохнуть, я чувствую себя очень грязной. Хожу все, тут умрою, убираю. Ну, короче, пока я дома красоту не наведу, я не смогу здесь существовать. Мне надо вот реально, чтобы у меня здесь опять все было в порядке, потому что я не могу. Теперь, когда они все у меня перед глазами, я могу их вместе с собой как надо. Потому что мы постоянно их собираем не по коллекции. У каждой сосули есть своя коллекция. Например, вот эти шли в коллекции, две ночные сосули. Я люблю, когда они вместе в одном контейнере. А у нас очень часто, что одна такая, например, другая вот такая, они вообще не вместе шли. Это вообще пофиг на самом деле, конечно же. Мне так нравится соблюдать какие-то порядочки. Вот две ночные тоже из одной коллекции. Я знаю, что нам надо уже заканчивать сосульками с этими. Пока не знаю, как мы это будем делать, если честно. Меня это пугает, потому что я понимаю, что мне, коль бы, отучать Аню от соски нужно. Ей уже год через, типа, пять дней, даже меньше. Вот, пожалуйста. Мы планировали приехать первого. В итоге приехали первого вечера. И вот уже второе. Ну, типа, мне это вообще, конечно, планы не порушило. Так, если у многих сосуль не хватает, чтобы не потерять. Не по коллекции, но не хочу раскладывать. Ладно, буду складывать остальные уже как есть. Того у меня где-то еще потерялось четыре-пять сосулек. Одна у Ани, значит, четыре. Где-то в рюкзаках, поскольку мы, видимо, нравятся. Вивочку надо стричь. Теперь переживать буду за Виву, как Аня будет с ней. Буду волноваться, чтобы Аня не обижала Виву. И за этим нужно следить. Я это не приемлю. Абсолютно. И для меня очень важно, чтобы Аня понимала, что Виву нельзя обижать. Что Вива, конечно же, не игрушка. Не просто какой-то там милый пушистый пупсик. Ну, короче, это такой вопрос, который меня теперь будет очень сильно волновать. Потому что мы пришли к такому моменту, когда это стало Суанем. Анюска наглеет, растет. Аппетиты ее растут. 12 ночи. В общем, пошла я что-то делать. Когда к вам вернусь, не знаю. Не знаю точно, что впереди у меня еще дохера дел. Так, у меня сейчас закончится вторая стирка. Через две минуты. Время сейчас час двенадцать. Я раскладываю таблетки на улице. Какие-то ужасные зимы. Животные. У меня есть куча пакетов для грудного молока. Вот их отдать как будто. Сейчас у меня стирается вот эта партия. Я еще поставлю. Не знаю, двое или две. Хочется, конечно, сегодня еще две стирки хотя бы сделать. Я спать вообще не хочу. Слава богу. Тем более я на финишной прямой в плане раскладывания всяких таблеток. Вот, а уже закончилась стирка. И мне хочется все это завершить. Я даже думала, может быть, прекрасство не раскладывать, а оставить это, ну, типа на завтра все в пакете оставить в каком-то и просто куда-то, ну, убрать, чтобы не мешалось, не бесило меня. Да и мусором. Ну, ладно, хер с ним. Все равно я раскладываю некрасиво сейчас. Ну, кофе. Просто разложу, а уже, когда идут руки, так разберу. Сейчас мне нужно повесить дверью. Нет, целый еще, красавчик. Я даже убрана этот чемодан. Чемодан. Был их на балкон, чтобы они тоже меня не бесили. Сейчас мне нужно достать то, что постиралось. Постиралось миллиард детских мелких вещей. Короче, все отмыла, игрушки помыла, шлепки помыла. Одни мои ботиночки, кстати, прикольные, из-за которых я ходила в Турции, надо вообще постирать. Они прям вообще ужасные. Они такие, типа, как будто тряпышные. Так, там я не буду положить. Конечно же, сама еще не мылась. Думаю, что сейчас как раз-то после вот этой партии помыли. Так, вообще я переживаю, что мне некуда будет все это вешать. Потому что я собираюсь стирать с этим, в принципе, гипотетически. Я могла бы просто не страдать херней, а ничего уже не стирать сегодня. А вдруг поместится. У меня нет столько детских вещей. У меня всего лишь две эти штуки куда вешать. Некоторые детские вещи вообще не отстирались. Их надо будет прямо со средством специальным отмывать. Ладно, я все-таки это еще запихнула. Что-то я вспомнила, что я себе сегодня в кармашек положила сюда этот спрей вынос. То есть причины, по которым я не люблю путешествия, это потом вот эта вот куча говна, которую надо. Так, а я теперь не знаю, это чистая, нет? Чистая. Так, у меня будет постоянно падать по одному носку. Это просто невозможно, блядь. Сука, ну все, я пошла. Эти мелкие носки. Это очень мило и кипец как бесят одновременно. Потому что они все падают постоянно. Короче, наверное, не буду я это стирать. Уже завтра, наверное, есть смысл. Потому что реально там штука. Я просто тупо не могу в свою глазу. Вот эти шрюпки здесь сюда кинем, потом в пустянах выяснили. Красная жара, мне еще надо помыться. Ну, еще тут куча белья, которая постиралась. Вот только сейчас я это буду вешать от ствона. Время уже, не знаю, думаю, около двух. Все это само происходит именно в это время. Вы сами знаете почему. Не знаю, у меня это прям жутко расстраивает. У меня, конечно, есть силы и нежелание спать, если честно. Но я же могла закончить все равно раньше, правильно? Никакого кайфа мне это время, которое мы провели в Турции, вместо того, чтобы лететь домой, мне никакого кайфа это все дело не дало. Ну, последний день в отеле, даже не то, что последний день, а время перед выездом, отлетом. Вообще мне не нравится это время в отеле. Ты уже не наслаждаешься этим местом. Ну, потому что ты знаешь, что все, ты больше здесь, типа, никто. Обязательно никак. Короче, ладно, буду с вами прощаться. Довешаю белье и напомоюсь. Я не знаю, что мне делать. Ретелся. Блин, вот я это смотрю, я думаю, здесь еще поместилась одна стирочка. Вот прям как будто бы все-таки взять и постирать. Просто чем быстрее все это постираю, тем быстрее оно все высохнет. Блин, я там так много. А знаете, что еще самое обидное? Что если бы мы прилетели раньше, мы же вообще должны были, получается, прилететь в два часа. И, грубо говоря, условно, ну, типа, в четыре, не знаю, к пяти мы были бы дома. Я бы уже начала все это стирать, повесила бы. И вероятность того, что оно завтра бы уже высохло к приходу нашей девушки клиера, очень велика вероятность. А то, что сейчас все высохнет, потому что она к нам очень рано утром приходит. Ни хера не высохнет. Сейчас такой духотой. И из-за этого я еще думаю, типа, ну, ни хера мне сейчас что-то стирать. Ну, типа, знаете, скорее всего, что она даже нифига, ну, не то, что нифига, но что вот это она даже не сможет погладить завтра. Снять, погладить. То есть это все равно на мои плечи все упадет. И, типа, смысл сейчас рвать жопу, чтобы что-то там сделать. Ну, короче, такая странная ситуация. Блин, тупо. Очень тупо. Ладно, вообще все равно самое главное, что мы дома. Но мы долетели. Даже не знаю, что бы я хотела. Ну, стейк саживать, наверное. Победный, по приезде. Слава, хотел попросить в отеле Абкутюк. Потому что он же тут мне рассказывал о том, что он там все погладит. Типа, зачем все гладить? Оно все, все равно все помнется в чемодане. У меня ничего не помялось, не знаю. Я вот всегда все гладу, я не хочу в отпуске еще что-то гладить. Ну, понятно, если капец прям мятая, то, ну да, окей. Можно одну там вещь, условно, да, которая больше всего требует того, чтобы ее погладили. Но в основном большая часть вещей все-таки, ну, не такие уж и мнущиеся. Ну, короче, Слава вообще решил такой, мне вообще ничего гладить не надо. У меня все будет мятое, потому что я буду там себе все гладить непосредственно. Хорошо, что я ему все равно погладила. Ну, не все, конечно. Но прикол в том, что когда мы туда приехали, и он позвонил, чтобы ему принесли, или сказали, где гладильная доска и утюг, ему сказали, хера тебе вызвала. Типа, в отеле нет такого, в отеле можно заплатить деньги за то, чтобы тебе постирали вещь и погладили. А если у тебя, например, она чистая, но просто ты хочешь ее погладить, то, ну, такого, видимо, нет. И Слава как бы жестко обломался в этой ситуации. Ну, это как бы, ну, конечно, минус, скажем так. Но, честно, не знаю, вот, сколько мы в Турцию ездили, как-то никогда не парились на этот счет, по поводу того, чтобы погладить. Вот откуда камни, камни лица? Нет, я знаю, откуда камни. Пляжи. Так, и вот все. Мы это повесили. Вот это очень мятная вещь. Я ее там не гладила. Я ее гладила перед, но все равно очень быстро, легко мнется и не отстиралась. Ну, и херстилась. Вообще-то не херстилась, конечно. Вот так вот и прошу мудей, когда мы прилетели. В общем, ладно, у меня там еще целая гора детских вещей, которые нужно повесить. Я уже просто вкушаю. Тут будет очень много. Тогда я, знаете, что сделаю? Поставлю вещи, которые там стираться и забью на них. Вот так я поступлю. А завтра, когда наша девушка клиник придет, я ее попрошу просто повесить. Единственное, что тут еще может быть что-то не высохнет. Ну, тут точно что-то высохнет, поэтому можно будет снять. Это будет, правда, сложно все это рассредоточить, но я думаю, возможно. Потому что тут еще купальников дофига. А они так вообще уже сухие, можно сказать. Ну, тут еще есть где-то место. Ну, короче, ладно. Вещи, сохните. Я вас прошу. Все, я с вами прощаюсь. Надеюсь, что этот лог вам понравился. Он был сумбурный, такой весь непонятный. Как и последняя моя неделя, наверное. Очень странная, сумбурная, непонятная. Я прилетела, записалась на ресницы, на маникюры, педикюры. Готовимся к дню рождения Ани. Так что скоро ждите видео с праздником, подробности. Торжество у нас будет шикарное, дорогое. Я этому очень рада. Так что пошла я мыться, вешать и отдыхать. Смотреть рилсики, кушать чипсики, наверное. И пить сок яблочный. Вот такой у меня план. Всех любят, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы. Подпишитесь на все мои соцсети. Ссылочки я оставила в описании. Особенно на телеграммчик. Я там постоянно. Вот, у меня там такое иногда происходит, что... Лучше подпишитесь, реально. Все, всех обняла. Всем пока. Так, девчонки, все-таки решила выйти к вам на связь. Что там у тебя? Только что покормила Анюту борщом, ее детским. Сегодня у нас убирались. Я вчера сделала в итоге, как вам и говорила, две стирки развесила. И третья стирка не развесила, а просто постирала. И сегодня все это повесили, что-то погладили. Ну, короче, все окей. У нас дома стало чище, но я решила постирать все подушки. Поменяла Ане этот... Подушечку. Заказала подушку более пышную, потому что до этого у нее были подушки такие, типа, как тряпки вообще. Вот. Так что сейчас у нее вот так кроватка. Если честно, мне так нравится, я бы вообще не делала никакие подушки уже. Вот эти не приклеивала. Сейчас Аня будет спать, моя рыбонька. Здесь у нас треш полный, потому что здесь все нужно раскладывать, разбирать. Поглаженное, разложенное, сушиться, шмушиться. Вот вчера мама приезжала, подарила вот такую машинку. С братом моим приходили. Вот Аня кайфует, уже ходит у себя с игрушечками. Покажи, как ты ходишь, Кукель. Она уже один раз у нас упала. Один раз ей игрушка на голову усмотрилась. Короче, вот, пожалуйста, ребенок начал ходить. Уже просто ситуэйшн за ситуэйшном. Не разгоняйте так. Я сходила в душ. Мне кайф, потому что в Москве просто лютая жара. Вот, впереди меня ждет миллиард стирок. Вива в шоке, бедняга просто. Я вам рассказала, что Аня вчера Виву схватила за морду. Ты мой слёденький. Написала, сейчас узнаю, когда можно будет подстричь Виву. Потому что она уже бедняжка. Мой рукой росла, хотя мы ее стрижем, ну, раз в два месяца точно. Вот так вот Аня вроде пофиг на Виву. Да, Ань? Кучка мне, Вив. А ну, отстань от нас. Дай нам с Вивой пообниматься. Вот так вот теперь Аня сама ходит у нас по дому. Спать. Иди сама спать теперь. О! Собачка. Тише, Аня, тише. Аня тоже к нам хочет. Ты Виву обижаешь, не надо Виву трогать. Я помню свои слова. Я говорила, что вот, типа, когда появится ребенок, я буду так же относиться к Виве и так далее. Я к ней так же отношусь, просто у меня меньше времени к ней так же относиться. Потому что у меня тупо нет времени даже столько на себя, сколько было раньше. Ну, ну, то есть в этом я, получается, как будто бы наврала. Ну, в чем я точно не наврала, когда-то ребенок ушел. То, что я никогда не дам в обиду собаку. Понятно, что зачем-то я не смогу проследить. Но я точно не буду разрешать и поощрять. С папами и антипапами в той же римской католической церкви. И происходит все, по сути, в одну десятую группу. Тихо, 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 тихо. Как мне страшно. Просто боюсь, чтобы Аня не упала головой. Особенно какую-нибудь плитку. Тут я как-то еще более-менее неспокойна, когда она ходит. А там, где плитка, мне так страшно вообще. Волнуюсь за моего кукеля. Такой маленький пингвинчик. Так прикольно видеть, как она ходит по дому именно.